Фёдор Глинка Режет там и одинок, и дик, как утаён на печали бремя. Туда своим чик-чик, чик-чик, безжалостно дробит и режет время. Миритель дней и месяцев и лет, то часомер неразрушимо мерный. Из темноты времён он клуб безмерный и, разматывая нить, выводит в свет. Выводит и режет опять свою драгоценную прядь. И нити заветный предельщик, своих порождений палач и могильщик. Он дни рассекает в часы, и резвых, игривых, весёлых, счастливых, Бесщадно схватят за волосы, в безумную вечность кидает, И слышится звонкий крик, но мерный шаталец-глухарь продолжает своё роковое чик-чик. Шумит разъезд, мелькают фонари, был долгий пир, кружились до зари, Не раз, хрипя, стучала землю конь, и в золоте рабы вельмож дремали, И, потеряв несходный свой огонь, светильники на небе потухали. И пусто всё, ни радуг освещений, ни говора, ни звуков, ни теней, Ни кипятка, ни резвых дум движения, ни проблеска ума в волнах речей. Всё унеслось, как чудных снов видения, Как средь толпы мелькнувший девый лик. Но спит не всё, в углу чик-чик, чик-чик, всё тот же ход, всё звуки те же, те же. То часомер один в тиши скрипит, то время он безжалостно пилит, И раз за раз его по членам режет. Есть часомер и у часов природы, и у часов незримых в высоте. Кипите вы, беснуйтесь, и народы, земное всё кружится в суете. Но он невидимый, всё ходит, ходит, и мало чей его завидит глаз. Между тем торжественно подходит давно, ожиданный веками час. Валится прочь земных событий бремя, и часомер дорезывает время. Вот такой замечательный стих написал Фёдор Николаевич Глинка. Стих сей я прочитал неспроста. Дело в том, что сегодня день рождения, сегодня 19 июня в 1786 году родился Фёдор Николаевич Глинка в Смоленской губернии. Воспитание получил в 1-м кадетском корпусе. В 1805-6-х годах состоял адъютантом при генерале Малорадовиче, участвовал в походах против французов и в битве при Аустерлице. В 1807-м он был сотенным начальником дворянского ополчения. В отставке жил в родовом имении, путешествовал по Смоленске и Тверским губерниям, по Волге, совершал поездку в Киев. В 1812-м опять поступил в армию адъютантом. И находился в походе до конца 1814 года. Участвовал при боях при Торучине, Малом Ярославце, Вязьме, Дорогобуже, Прибауцене. В 1815-м издал письма русского офицера. Эти письма принесли ему литературную известность. В 1816-м был переведен в гвардию, в измайловский полк, с прикомандированием к гвардейскому штабу. В это время при штабе образовалась библиотека и общество военных людей, а также начал выходить и военный журнал, редактором которого и был Глинка. Большую частью он принимал и в Вольном обществе любителей российской словесности, где состоял вице-председателем. Упражняясь в стихотворчестве, Глинка писал и книги для народа, поезд Лука, Дамарья, подарок русскому солдату, Зиновий Богдан Хмельницкий. Совершенный им в 1811-х годах путешествие по России дало ему повод написать мечтания на берегах Волги. Участвовал в деятельности тайного декабристского союза спасения, затем вместе с Орловым и Муравьевым основал союз благоденствия северных рыцарей. Но скоро отстал от общества, и тем не менее восстание декабристов 26 декабря отразилось и на нем. В 1826-м он был исключен из военной службы и сослан в Петрозаводск. В 1835-м он вышел в отставку и поселился в Москве. За это время определился и талант Глинки как духовного поэта, талант оригинальный, направление которого он определил, как его определил Белинский, было художественно и свято. Еще в 1826-м он издал опыт из священной поэзии, а в 1839-м вышли его духовные стихотворения. В 1862-м переселился в Тверь, занимался там археологией, принимал участие в общественных делах и дожил до 23 февраля 1880-го года в Твери. Вот такое вот у нас на сегодня событие, как день рождения русского поэта, публициста, прозаика, просто декабриста и просто хорошего человека, Федора Николаевича Глинки. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова